так получилось что монеты 1783 года у меня всего-то пять штучек из них одна серебряная 3 пятачка екатерины 2 и монеты деньга 1883 года колыванского монетного двора ну вот такая вот маленькая скромная серия монет этого года а чего ради мы его вспомнили дело в том что в 1783 году 231 год назад как раз 19 апреля григорий потемкин оценив все преимущества присоединения крыма к россии и заложил свое мнение в письме екатерине второй крым положением своим разрывает наши границы положите ж теперь что крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу вот вдруг положение границ прекрасные по богу по богу турки граничит к ним непосредственно потому и дело должны иметь с нами прямо сами они под именем других вы обязаны вас возвысить славу россии таким способом намекал что неплохо будет взять крым вот в результате 19 апреля 1783 года был издан манифест екатерины второй а присоединение крыма к россии манифест был подготовлен князем потемкиным в этом документе крымским жителям обещалось свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными охранять и защищать их лица имущество храмы и природную их веру в борьбе за крымский полуостров на протяжении долгих лет главным соперником россии оставалась турция она держала крым в вассальной зависимости на вот в тот момент последний крымский хан отрёкся от престола и скрылся под защиту русской армии в результате враждебно настроены по отношению к россии татарская знать бежала в турцию а на полуострове начался экономический и политический хаос который способствовал бескровному присоединению крыма к россии вот так вот много-много лет назад точнее двести тридцать один год назад впервые и надолго крым был присоединен к россии вот хотелось бы мало мало очень мало говорят о фаворите екатерине второй григорий потемки не это был такой русский государственный и военные деятели дипломат генерал фельдмаршал князь дело в том что многие считают что он был фаворит и все вот как бы через постельные сцены у него все и вон и так так скажем успехи и за счет этого и получились однако нет за человек он был старательный не бедный никто попала вообще родился он в 1739 года в селе чижово смоленской губернии в семье офицера потемкин получил превосходное образование изучал иностранные языки историю философию богословия в 1756 году григорий александрович вместе с другими блестящими молодыми людьми направил графу шувалову в санкт-петербург где был представлен императрицей тогда еще елизавете петровне в том же году поступил в гимназию московского университета и вскоре был исключен за отсутствие прилежания направлен на службу в гвардейский полк в 1762 году потемкин принял участие в дворцовом перевороте возвесшим на престол екатерину вторую за что ему было пожаловано 10 тысяч рублей 4 тысячи крепостных и чин поручика гвардии в 1767 году он участвовал в работе законодательной комиссии занимался в основном религиозными вопросами и народцами вот во время первой русско-турецкой войны григорий александрович отличился в битвах при фаншанах браилове и силистрии в 1772 году стал генерал-лейтенантом и вошел в число приближенных екатерины вот обратите внимание до того как он стал приближенными екатерины второй он все-таки старался старался и стал генерал-лейтенантом после того как григорий орлов вполне милость потемкин доставится звание фаворита и переселяется в зимний дворец он был назначен вице-президентом военной коллегии возведена в графское достоинство назначен генерал-адъютантом и определен шефом иррегулярных войск личное расположение екатерины второй и высокое положение при дворе и в государственном аппарате сделали потемкина могущественным человеком в россии самым могущественным пожалуй проявив себя талантливым администратором григорий александрович стал ближайшим помощником империда императрицы в проведении политики укрепления абсолютистского государства в 1774 году он организовал карательные мероприятия против емельяна пугачева еще через год по инициативе потемкина была ликвидирована запорожская сечь как очаг возможного нового массового выступления в 1776 был назначен генерал-губернатором на российской азовской и астраханской губернии энергично принявшись за заселение этих территорий он приглашал туда и славян и православных с балкан основы основал город екатеринослав тогда же потемкин получил от иосифа 2 титул князя священной римской империи он способствовал освоению северного причерноморья и строительству в этом крае городов херсона николаева севастополя реализовал свой проект присоединение крыма к россии получил за это титул светлейшего князя таврического вот так то вот под руководством потемкина осуществлял строительство на черном море военных и торговых флотов во время русско-турецкой войны однако в 1787 по 1791 год командовал армией но не обладал полководческим дарованием или же сковывал действия александра суворова несмотря на это потемкин все же сумел добиться и некоторых успехов делая быструю и блистательную карьеру григорий александрович стремился не только удовлетворению своего тщеславия и обогащения но и к укреплению международных позиций россии к развитию экономики вот умер светлещий князь григорий александрович потемкин 16 октября 1791 года от лихорадки в районе города яссы молдавского княжества по дороге в николаев его прах был забальзамирован и захоронен в соборе святой екатерины в херсонской крепости вот такая у нас на сегодня тема ну что ж крым крым это здорово ну что ж спасибо за внимание до свидания